ребят привет в Владивостоке дикий ветер холодно я сам приболел вот снимать ничего не получается хорошего качества видео делать вот поэтому ждем видосы пока дадут с монтажа там будет краун там будут два прадика в общем интересное видео красивые хорошие поэтому ребят подпишитесь обязательно не пропустите эти видео а сегодня будет коротенькое видео про народные автомобили которые у нас сейчас стоят на стоянке мы будем отправлять в регионы народные машины среди них электрокар это nissan leaf вот прекрасная альтернатива красивая маленькая машина на батарейке вот на доступенчатом редукторе в общем хороший автомобиль не отключайтесь смотрите это видео машины для народа поехали ребят забрал зарядки налив и на аймиф зарядки отдельно по на складе забирают судоперевозчики потом отдают позже чтобы не было факта воровства на складе вот но немного неудобно но зато вот эти зарядки которые стоят по 15 рублей зато они не пропадут гарантированно ну что зарядочка мой миф вы посмотрите эту коротышку можно вообще парковать не хочешь пятая дверь немного подогнутая вот здесь вот у него батарейка здесь вот 25 киловатт данного автомобиля мощность вот такой вот классический салон конечно у nissan leaf а более все футуристично так давайте его запустим тут вот такой вот барашек оп все стартера нету ну а чуть-чуть вот подзарядили нам 37 тысяч 500 километров бюджет таких автомобилей ребят всего лишь 400 тысяч рублей это будет бейс версия 2009 10 год ну все как можно ехать вообще но я не поеду потому что этого заряда еще там автовозчиком придется его скатывать перекатывать поэтому не будем кататься просто посмотрим очень холодного владивостоке тут печку можно нарубить но мы этого не будем делать в общем обычная машина и и вся фишка конечно во внешности компактности симпатяга такая вот очень маленькая наверное она короче 3 380 мера где-то в общем прикольный автомобиль ну-ка давайте сзади можно даже тут можно завалиться задним пассажиром прямо на колонке есть очень классно так это у нас зарядка от лифа ребят с лифом беда севший аккумулятор поэтому он даже не открывается с кнопки поэтому мы его будем открывать механически смотрите у лифа если у лифа если севший аккумулятор он не запустится потому что между батареей холод кару между батареи и электродвигателем нужно замкнуть цепь и цепь замыкает аккумулятор если он разряженный дохлый то все лиф не запустится поэтому в гибридах и в электрокарах вам обязательно нужно иметь очень живой аккумулятор поэтому мы просто закидываем в него зарядку и просто его закрываем ребят сейчас поливом смотрите первую версию за е0 можно привести от 335 тысяч это очень дешево поэтому если у вас есть 330 тысяч и вы хотите попробовать покататься на электрокаре то лиф ваш вариант мы привезем его в эти деньги это цена без глонасса если вы за фото в эти деньги если с глонассом к плюс 20 тысяч рублей вот за за он начинается так следующий у нас 161 филдер 2014 года цвет цвета где цвета фиолетовый 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 цвет так ребят 161 филдер 99 тысяч пробег смотрите сейчас эти машины начинаются завелся билл здесь игрался с ветром смотрите сейчас вот такой вот автомобиль симпатичным очень салоном который мне очень нравится смотрите они начинаются где-то от 650 тысяч рублей считаю хорошая цена за вот такой вот универсал ну это конечно не легаси это конечно не приус альфа но я считаю салон вместительные и он все таки хоть и компакт универсал но это универсал и тем более это универсал от дает и модель которая идет вообще но одна из локомотивов короллы королла филдер 161 кузов также можно привести 165 это гибридная установка на полторашечном моторе вот и они сейчас начинаются где-то от 690 тысяч рублей это 165 кузов также есть еще водовая версия они это по 700 тысяч рублей на полторашки везде стоят вариаторы на бензиновых моделях на гибридах это будет планетарная коробка передач надежной машины покупать филдер еще в таком хорошем цвете посмотрите на эту морду еще прям красавчик НЗЕ 161 полторашка передний привод причем такая автоматичная машина от 650 тысяч рублей ребят если интересно звоните ребят очень интересная машина это honda fit shuttle gp2 который почему-то у нас тоже не открывается и засевшего аккумулятора да к сожалению не заведем но давайте хотя бы глянем вообще что это за машина вот такой вот honda fit shuttle и это салон очень похожий на fit gp1 ой очень холодно конечно тут еще кожаные вставки селектор с синей строчкой везде но очень симпатичный салон gp2 смотрите они начинаются примерно от 580 тысяч в общем за 600 тысяч рублей можно купить вот такой симпатичный автомобиль тут вот лепестки у него круиз контроль печка ну в общем gp1 если вам знаком автомобиль honda fit гибридный gp1 то это в принципе он очень вообще симпатичный с подогревом еще но это конечно больше 600 тысяч эта модель вышла конкретно прям вот этот fit shuttle вот в общем наверное самый бюджетный универсал гибридный после него идет 165 филдер так так вот он выглядит но щас не откроется наверное ну да у него кнопка электронная севшина кум давайте хоть посмотрим как там сзади сзади у нас в принципе тоже место есть вот такой багажник у него вместительный достаточно таки ну нормальный нормальный автомобиль в общем приятно ездить будет и салон у него приятный и объемистый вот 1.3 гибрид 600 тысяч рублей я думаю хорошая цена ребят напишите в комментарии может быть вы что-то имеете против данного автомобиля может быть у него есть болячка я просто их не знаю шаттл но конечно шаттлы сейчас идут просто fit shuttle они посимпатичнее у вас скоро будет обзор поэтому обязательно подпишитесь и вы увидите хороший качественный обзор на honda shuttle они выделили отдельно эту модель honda jade еще есть также будет обзор поэтому honda решила отделить shuttle от фита удачная модель я считаю поэтому они ее сделали отдельной моделью последний наш автомобиль это аква 2014 года так она на весла да наверно нет она на электронных стеклоподъемниках будьте аккуратны потому что когда у аквы нету кнопки запуска которая должна быть вот здесь вот у нее могут быть а сзади но поднятие поднятие стекол ну в ручном режиме на весла грубо говоря по-русски если говорить так 87 тысяч пробег оценка с но с не полная потому что у нас есть запуск ключа ну в общем хороший автомобиль приятный аква хит продаж вообще номер один это гибрид номер один по продаже из японии вот такой вот салон эта машина напоминаю людям которые не особо в курсе она пришла на смену prius 20 вот в общем я считаю очень удачная модель ну и считая так весь мир потому что ее покупают вот у нас глонас стоит цена начинается от 550 тысяч рублей это примерно 100-110 тысяч пробег вот если вы хотите приобрести там 60-50 тысяч пробег то это ну больше 600 тысяч рублей gs комплектации красивые которые они сейчас стоят примерно где-то 670 700 тысяч можно прям вообще хорошую красивую машину взять вот на коже также в районе там 680 700 тысяч можно на коже взять лимитированную версию g aqua тоже где-то 660 680 тысяч в общем в этой машине реально можно выбрать все что хочешь можно самый бюджетный вариант выбрать можно взять и на коже можно взять очень красивый gs и небольшое количество денег ну вообще небольшое грубо говоря имея 550-700 тысяч есть что повыбирать в aqua ребят напишите вообще вам нравится эта модель почему она продается вообще таким большим тиражами ее любят японцы и вообще весь мир который покупает на аукционах японии вот эти машины почему они их любят что в ней такого полторашка гибрид мотор 1нз 74 лошади вот так вот вам вкратце показал эти автомобили к сожалению нету сейчас времени и погоды чтобы поснимать их более поподробнее реально народные машины цены я вам сказал цены будут в описании еще на кучу машин которые можно привезти за небольшие деньги из Японии ребят кому дорого ну не знаю покупайте бэушку там 90-е годы 2000-е годы потому что с Японии самый старт это Suzuki Alta 190 тысяч рублей на механике вот это самый старт дешевле ничего не привезешь вот и напишите ваше мнение вообще какие бы вам автомобили хотелось бы увидеть на обзорах у нас сейчас будет Honda Jade Honda Shuttle у нас будет 2 Outlander гибридных у нас будут еще 2 Prada в общем очень много машин будет на обзорах поэтому подпишитесь на канал не пропустите а за это видео можете поставить лайк поддержать нас вот ну в общем увидимся в следующих видео пока компания SferaCar предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии компания SferaCar ваш эксперт в выборе качественного автомобиля у нас будет маршу доставка